Всем привет! У нас сегодня совершенно чудный день. У нас полдня сегодня был тренинг, а полдня мы находимся в машине. В пути. Мы опять в пути. И пользуясь случаем снимаем очередной влог. Мы сегодня провели тренинг под названием «Интересный урок». Провели мы его в небольшом городе Гивиле. Он находится от Таллина где-то в 100 километрах. Вернулись назад уже в Таллин. И едем теперь в Валку. На Юг-Эстонии. А туда уже сколько километров? 260 километров. Вот так вот мы в машине сегодня время проводим. И на тренинге. И еще видео снимаем. Хорошая новость. У нас идет дождь. И это значит, что все-таки пойду я снова в лес и соберу грибочки. Потому что в прошлый раз, когда мы пошли в лес, как Юрий сказал, грибов не было. Но мы собрали орехи, шишки, мох и все остальное, что было. И дети еще по мелочам по лесу там на скребли. Что-то нашли. Какую-то корзинку мы наполнили чем. Так. А хотелось бы коротко рассказать вот об этом тренинге, что мы сегодня провели под названием «Интересный урок». Во-первых, время пролетело настолько быстро. Да, день пролетел вот так. Настолько незаметно. У нас было запланировано программы еще больше по времени. То есть мы так время распланировали, что мы хотели еще больше дать. Мы не успели даже до этого дойти. Но у нас получилась красивая логическая концовка. Безусловно. Безусловно. Но мы сразу предупредили наших участников, наших учителей о том, что у нас безусловно есть свой план. Но мы будем смотреть по тому, как мы движемся. Мы гибки всегда. Мы смотрим, как реагирует аудитория. Мы смотрим, конечно же, как время бежит. И если людям нужно больше времени, то мы не будем у них собирать строк, следуя по плану, соблюдая регламент. Мы это время им предоставим. Или наоборот, в следующий раз мы это пойдем чуть-чуть быстрее. Давай посуществую тебе. Окей, давай теперь посуществуем. Так, а что посуществует? Подожди. Ну, у нас, например, был интересный урок. Да. Конечно, у нас сначала была групповая работа. Очень интересная дискуссия. Потому что нас интересовало, что такое интересный урок. И какой признак интересный урок по мнению учителей. У нас была очень интересная работа организована. И отличные результаты были. Вот то, что они сказали, это чисто наш подход. Вот в обучении. Просто они писали наши смещенные фокусы. Это отличный был выход. И, конечно, после этого мы что делали? Следующий вопрос был. Следующий вопрос мы смотрели. А в чем... Нет, подожди. Как... Как заинтересовать... Как заинтересовать... Или чем вызван интерес ученикам? Или как вызвать его? Чуть-то не по этому было. Это у нас вопрос-то был сформулирован. Уже забыли. И, конечно, это тоже был очень... Очень хороший ответ был там одно. Особенно один был ответ. По-моему, там было про... Доверие. Доверие. Безусловно. И так далее. Вот очень интересный момент был. Очень интересный момент был. И вот этих двух вопросов мы пришли к тому, с чего должна начинаться, говорится, история. То есть, как начать урок. Вот с чего. Когда учителя сами разобрались и поняли, что... Как начинать урок, чтобы он был интересным. С чего начинать? Естественно, не с тем урока на доске. Классная работа, тема урока, вот домашнее задание, вот сегодняшнее число. Понятно, не с этого надо начинать. И, конечно, мы обсудили и привели сами очень много примеров. Да. Вот как начать урок. Так, чтобы это было интересно. Затерсовать учеников. И полезно учителю. И там очень... Мы накидывали много идей. И учителя подхватывали моментально. И вот строили идею. Вот 4, 5, 3. И учились сразу же, разных приведов строили. И вот основываясь на одном, кажется, примере, вот как выстроить урок сразу же. С чего начать. Такие, сразу же такие идеи интердисциплинарных проектов рождались. Это очень интересно было. А дальше уже технически просто нужно развивать. Конечно. По крайней мере, идеи возникают. И что самое интересное, вот те признаки, которые учителя сами набросали. Вот признаки интересного урока. Они работали в группах, командно. Они накидали достаточно много признаков. Многие повторялись. Мы... Те примеры, которые мы приводили, из своей практики, из практики наших знакомых сетевых виртуальных коллег, из практики наших студентов, мы сразу проверяли вот этот вот урок, пример, который мы приводили, на наличие этих признаков. Совпадает или не совпадает? Вот соблюдается или не соблюдается? И отмечали для себя, что совпадает. Вот как интересно. И в то же время мы приводили какие-то, ну как сказать, традиционные уроки, да? Да, как традиционно идет лекция, урок, и сразу же опять-таки мы даже эти признаки специально выписали, которые они же сами привели. И вот сразу же смотрели. Вот совпадает вот эта вот традиционная лекция, которую проводит лекция. Вот эти вот признаки у нас вот, они соблюдаются? Нет. Вот по сути, по сути, мы даже сегодня так даже своим коллегам и сказали, что вот то, что вы написали, вот и есть ваш ответ. Вот, вот, вы ответ получили. А дальше, опять-таки, уже все технические, дальше все опять-таки технические моменты. Конечно же, мы показали нескольких инструментов. Мы организовали сегодня и активность с QR-кодами. Объяснили, что такое квест. Учителя сами попробовали и были вовлечены в этот квест. И наметили, с учителями, наверное, наметили, скажем так, какие-то планы для дальнейшей работы. Потому что понятно, что сегодня наш такой тренинг с этим коллективом, он был... Такое введение, на самом деле. Такое введение, которое вызывает интерес, любопытство, расширяет кругозор. Как я... Нет, это на самом деле создает вектор. Задает вектор. Потому что, конечно, наша цель была не пойти, начать объяснять... И учить их. Да, во-первых, не хотим научить их, чтобы интересный урок. Во-вторых, мы не хотим рассказать какие-то инструменты. Это не наша цель. Они должны были сами разобраться, сами сформулировать, сами сдать себе вектор. И сами сравнить традиционные уроки и те примеры, которые мы привели. И самое главное, всегда проблема, с чего начать интересный урок. Вот это мы сегодня идею, это мы рассмотрели. И как удержать внимание на протяжении урока, как удержать вовлеченность на протяжении урока. Это мы все разобрали, да. И в конце мы провели такой интересный тест, ну, такой для них, на проверку, да, такой скрепляющий. Да. И вопросы такие были достаточно провокативные, но они должны были выяснить их подход к обучению. И мы были очень приятно удивлены, что они очень, кажется, на той же волне, что и мы. Оказались. Очень даже на той же волне. Да, да. Кроме оценивания, там был какой-то вопрос, связан с оцениванием. С домашней работой. О домашней работой. Вот там вот мы пошли в разрез. Да. Ну, мы сегодня, в принципе, тему оценивания и цель домашней работы и не рассматривали. Мы затрагивались сегодня. Это, конечно, должно быть отдельная тема. Я думаю, если мы поговорим об этом вместе, разберем опять этот вопрос, то там, опять же, бы сместились эти фокусы у них тоже. Ну, мы показали коллегам, что мы занимаемся Юли-влоги и что если зайти на мой YouTube-канал, то можно со многими темами, в частности, вот оценивания и, кстати, про домашнюю работу, я эти ссылки тоже поставлю в своем видео и вниз, в описании к этому видео оставлю его, что можно вот пойти тем, у кого есть интерес и почитать и ознакомиться. Мы хотели, чтобы аппетит проснулся. И, по-моему, нам эта цель удалось достигнуть. Учителя остались довольны. Тренинг прошел интересно. Он оказался интересным. Он соответствовал тем же самым критериям, которые мы с вами выписали. И это было здорово. У нас с собой была дочь. И она после тренинга сказала, что ой, как быстро он прошел. Она с собой была. Да. Она, конечно, слушала внимательно все, читала все, что учителя писали в онлайн документах. И выполняла, по-моему, даже какие задания. Оно как какие задания выполняла. Я сказал, что время прилетело даже для нее вот так. То есть даже ей не приходилось на курсе нашей сегодняшней тренинги скучать. И когда мы сели в машину, то мы стали спрашивать у нее, что же ты делала, почему тебе не было скучно. И она сказала, что сначала я слушала вас, это было так интересно, то, о чем вы говорили. Потом я вместе с учителями работала, совместную работу выполняла. Потом она вместе с ними в квесте участвовала. И было очень интересно, неожиданно. Она сказала, что в некоторых моментах я просто смеялась. Насколько то, что вы говорите, совпадает с тем, что я чувствую, с тем, что я думаю. Верно, я верно? Может, тебе верно что-то есть? Да, есть что добавить? Добавить, да? Что-то есть сказать? Нет? Про сегодняшний день. Что, наверное, QR-коды? А, квест с QR-кодами. Да. В самом деле, она сказала, что очень интересно было ей читать, что пишут учителя про интересный урок. Про интересный урок. В совместной работе это было очень интересно, она говорила. И она сказала, что да, да, это действительно интересно. Вот все, что описано там, вот эти признаки интересного обучения, это действительно интересно. И хочется, чтобы урок был именно таким. Это правда. У тебя, конечно, надо просто найти время и желание. Ну, и, наверное, и людей, кто помогут учителям эти идеи в жизни воплотить. Потому что это, конечно, непросто. Одну идею ты знаешь, что это такой интересный урок, какие у него признаки, а другой это воплательский мир жизни, это так просто. Но возможно, безусловно. И этот QR-код, который Эвелин сегодня, ой, квест с QR-кодами, который Эвелин сегодня проходила, она сегодня не только сама его проходила, она вместе с командой учителей еще и помогала им этот квест выполнять, потому что учителя сталкивались с какими-то трудностями техническими, связанными с iPad'ами. Вот она и помогала, поддерживала и даже некоторые моменты печатала, а не Василия печатает. Вот так, вот так прошел сегодняшний наш тренинг, которым мы остались очень довольны. Ну и теперь мы точно знаем, что такое интересный урок для учителей. Да. Это было довольно интересно, да. Вот так. В заключении есть что надо сказать? Будем воплощать эту идею в жизнь. У нас точно есть. Я думаю, что мы будем дальше идти с этим тренингом. Я думаю, что то, что мы сегодня сделали, мы ошлифуем, и, скорее всего, мы будем пробовать онлайн делать. Онлайн будем, безусловно, запускать. Да, и, естественно, мы не остановимся на этом. Сегодня же только первый день был у нас. На самом деле, естественно, это подразумевает теперь и второй, и третий, и четвертый день. Безусловно, работа должна. Я думаю, что мы подготовим социальный тренинг, и мы будем подготовить интересные уроки для детей. Будем готовить. Потому что наши дети нуждаются в них. Так что до скорых встреч. Коллеги, подписывайтесь на мой канал, чтобы следить за обновлениями. До интересных уроков. Да. Жмите лайк. И всего вам доброго. Пока.